Славянский электротехнологический техникум за 75 лет своей истории прошел огромный путь от скромной школы механизации до современного среднего специального учебного заведения. Его выпускники самых разных специальностей востребованы не только в нашем районе, но и по всему Краснодарскому краю. В городском Доме культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Славянского электротехнологического техникума. Квалифицированные специалисты рабочих профессий везде очень нужны. Их престиж в последние годы стабильно растет. Это прекрасно понимают в Славянском электротехнологическом техникуме, где держат руку на пульсе экономической жизни и предлагают специальности, которые необходимы для всех. Техникум на отличном счету в нашем крае. За три четверти века своей истории это учебное заведение сумело накопить богатейший опыт. Его главным достоянием всегда были люди, преподаватели, мастера производственного обучения, все сотрудники. Именно они работали и работают на развитие. Коллектив меня встретил очень дружелюбно. Все старались помочь. И после военной службы я как-то быстро влился в его ряды. Директор училища Николай Михайлович Каневский был директором и учителем с большой буквы. Все его любили, он обо всех заботился. Строились новые корпуса. Был построен жилой дом для сотрудников. Это тоже облегчало их работу и их жизнь. И сплачивало людей, потому что они там тоже принимали участие в строительстве этого дома. Я как военрук, как преподаватель АБЖ, тоже старался не подвести коллектив. Благодаря чему здесь удается соответствовать современным требованиям? Прежде всего, это развитие материально-технической базы техникума. Организовано несколько лабораторий, высокотехничных лабораторий, которые очень хорошо помогают познавать технику, нашу технику, современнейшую технику, которая сейчас, она большими стебельными шагами сейчас развивается электротехника. И особенно вот мне понравилось, что мы сейчас и релейной защитой занимаемся. Рост экономики требует модернизации профессионального образования и современной инфраструктуры подготовки квалифицированных специалистов. Стараемся, чтобы наше будущее подрастающее поколение все-таки не ударило грязь лицом и именно показывало и достигало все новых и новых высот. Мы к этому стремимся. За последнее время, что за эти 9 лет, как вы сказали, работы новые площадки, новые базы, новое оборудование появляется. Поэтому все развивается. Тем более сейчас энергетика не стоит на месте совершенно. Все новое и новое. И сейчас все связано и все завязано на электричестве, на электроэнергии вообще в целом. Самые мирные профессии осваивают студенты электротехнологического техникума. Им предстоит растить хлеб, строить и отделывать дома, кормить людей. И эти специальности они приобретают благодаря профессионализму и мастерству преподавателей и мастеров, за что они им очень благодарны. Целых 75 лет славянские электротехнологические техники выпускают высококвалифицированных специалистов по разным направлениям. У нас дружный коллектив, отличные преподаватели. Великолепно проходят у нас занятия. Это не только практика, это различные теории, видеоуроки. И общественная деятельность также у нас просто цветает с каждым годом все больше и больше. Я очень рада, что я учусь в этом замечательном техникуме. Я получаю прекрасную профессию менеджер. Заканчиваю я четвертый курс. Мне очень нравится преподавательский состав. Годы учебы в техникуме были самые хорошие, самые замечательные. Я никогда этого не забуду. Было очень весело и очень интересно учиться по этой профессии. Директор Славянского электротехнологического техникума Александр Осмачкин сердечно поблагодарил за все, что они сделали в свое время ветеранов учреждения образования, представителей власти района и всей Кубани, а также работодателей за всемирную поддержку, благодаря чему и достигнуты немалые успехи. В своих словах, главные, наверное, сегодня, я хотел бы обратить к нашим нынешним студентам. Вам есть чем гордиться. Вам есть к чему стремиться. У вас есть все для того, чтобы стать настоящими профессионалами. Пользуйтесь этим и не забывайте, что вы особые студенты. Студенты года, в который наш техникум отмечает свое 75-летие. Уважаемые мои соратники, впереди нас ждет много работы. 75 лет – это только века, когда можно оглянуться назад, посмотреть вокруг и обратить свой взгляд в будущее. Я уверен, что нам с вами все по плечу. С праздником всех! С юбилеем! С 75-летием техникума поздравил всех собравшихся в Большом зале Городского дома культуры председатель Совета Славянского района Григорий Литовко. И особенно хотел бы поклониться преподавателям, всех поколений, мастерам, которые делали все, чтобы техникум соответствовал и шагал в новую современную. Сегодня в техникуме созданы все условия для занятия наших студентов. Сегодня это просторные классы. Сегодня это ресурсный центр самого крупного сада «Гиганта». Сегодня новые специальности электротехнического направления. И ваши сегодня студенты, они востребованы сегодня в народном хозяйстве, в сельском хозяйстве. С наилучшими пожеланиями обратился к виновникам торжества и глава славянского городского поселения Александр Берсенёв. 75 лет – это хороший жизненный путь. Много вы подготовили, выпустили таких специалистов, которые в данный момент очень сильно востребованы. И кто владел этими профессиями – механизаторами, электрика, да? Ну, я вам скажу, голодные не будет. Поэтому, уважаемые друзья мои, хочу всем пожелать мира, добра, здоровья, просветания. Председатель районной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Анатолий Чумаков отметил, что работа педагогов очень сложная, но благодарная. Ведь благодаря их труду экономика района получает очень нужных специалистов. Те, кто проработали в технике много лет, они считают, что практически время пролетело как одно мгновение. Да, сегодня говорили о том, что меняются технологии, меняется образ жизни, но учебное заведение остается учебным. Да, вы были школой механизации, да, вы были профтехучилищем. Сегодня вы средне-специальное образовательное учреждение. Вы пускаете специалистов. Специалистов, как говорится, рабочего класса и специалистов средне-специального образования. Тех специалистов, которые вы пускаете, они востребованы сегодня у нас на производстве. Лучшие преподаватели и мастера, сотрудники техникума раз за разом приглашались на сцену для чествования и награждения их почетными грамотами и благодарственными письмами. В их честь звучали самые добрые слова, поздравления и пожелания здоровья и процветания. Горячими аплодисментами все собравшиеся в зале приветствовали награждаемых. И в честь юбилея выступали талантливые самодеятельные артисты. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».